Перед началом хотел бы порекомендовать универсальный лабораторный генератор сигналов произвольной формы модели MHS5200. Это настольный двухканальный цифровой генератор, способный генерировать популярные виды сигналов. Легкое управление позволит подстроить генератор моментально с точностью до 0,01 Гц. Он способен генерировать сигналы с частотой до 25 МГц и снабжен функцией частотомера, который способен измерять сигналы с частотой до 60 МГц. Генератор сигналов занимает важное место в мастерской радиолюбителя. Используется для ремонтных работ и настройки принципиальных схем. Модель является высокоточным, бюджетным и универсальным решением. Он у меня уже несколько месяцев, так что смело могу порекомендовать. Предоставлено магазином Gearbest, а ссылочка в описании. Приветствую всех на канале. С недавних пор я стал более часто выходить из дома и связано это с тем, что в декабре я намерен выпустить огромное количество видеороликов и часто приходится ехать в другой город за необходимыми компонентами для моих проектов. Но нужно постоянно следить за моими каналами и сайтами, поэтому беру с собой смартфон, а так пользуюсь обычной звонилкой. Заряда батареи смартфона хватит на несколько часов, поэтому есть нужда в портативном зарядном устройстве. А все, что я делал в ходе роликов, по тому или иному случаю дарил близким. В итоге заметил, что из мощных пауэрбанков у меня остался только вот этот монстр, которого таскать в кармане не очень уж и удобно, поэтому на скорую руку было решено собрать простой, но мощный пауэрбанк. Проект реализован с использованием готовых модулей, а все ссылки на них найдете в описании. Начнем, пожалуй, с корпуса. Это коробка от китайского промышленного пауэрбанка, который когда-то был куплен и перепродан. Коробка пластиковая, в нее отлично влезают 4 батарейки стандарта 18650. Сами аккумуляторы взяты от нерабочих батарей ноутбука. Общая емкость около 8200 мАч с учетом того, что они бэушные. Поскольку напряжение на аккумуляторах составляет около 3,7 В, а нам для зарядки телефонов нужно 5 В, был задействован модуль повышающего DC-DC преобразователя на базе микросхемы XL6009. Можно использовать и вот такие платы, но последние при токах в 1 А нагреваются довольно сильно. Первый вариант более мощный и может без каких-либо проблем одновременно заряжать 2 и даже 3 смартфона. Следующая плата из себя представляет контроллер заряда батареи от любого USB порта. Плата построена на базе микросхемы TP4056, снабжена узлом защиты аккумуляторов от пониженного заряда, а также защитой от перегрузки и коротких замыканий. Помимо всего указанного, на плате имеется также два индикаторных светодиода. Один из них горит при протекании заряда, второй при завершении процесса. Эта плата имеет микро-USB разъем, куда подается вход 5 В. С подключением проблем не должно возникнуть, все на плате подписано. То же самое с модулем повышающего преобразователя. Помимо всего нам также нужен небольшой выключатель с фиксацией, два светодиода одинакового диаметра, цвет на ваше усмотрение и два обычных USB разъема типа Мама. Первым делом нужно параллельно соединить все 4 аккумулятора. Кстати, их количество может быть любым, в моем случае количество ограничено размерами корпуса. Да, я опять запаял аккумулятор, несмотря на то, что у меня есть аппарат для их сварки, но таскать его с чердака домой было лень. Далее нам нужно настроить повышающий преобразователь. Тут все просто. Подключаем на вход любой источник питания 3, 7, 4 Вольт, например, литиевый аккумулятор или лабораторный источник питания. И вращением переменного резистора добиваемся 5 Вольт выходного напряжения. Этим настройка завершена. Затем идет очередь платы контроллера заряда. Для удобства я отпаял родные светодиоды, поставил 3-х миллиметровые и вывел их проводами на лицевую панель. В корпусе были сделаны отверстия под светодиоды, тумблер питания и USB разъемы. Дело за малым. Осталось только все подключить по этой схеме. Добавил также индикатор включения пауэрбанка. А это распиновка USB разъема на всякий случай. Кстати, выводы дата на USB разъемах замкнуты друг с другом. Потроха были зафиксированы горячим клеем. К сожалению, моей любимой карбоновой пленки под рукой не оказалось, поэтому пауэрбанк обшил кожаной пленкой, которая тоже смотрится весьма прилично. В итоге получился неплохой агрегат. Довольно мощный и заряжает мой старенький Sony раза 3-4. Этого вполне хватит. Буду пользоваться, пока китайцы не отправят мне смартфон с емкой батареи. На халяву, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok